всех приветствую меня зовут данил и мы с вами продолжаем играть в игру он типа и сегодня у нас на обзоре будет вот такой замечательный 14 метровый автобус театра с 319 nf которая производилась в германии с 95 года по 2006 год производились данные сетры это у нас низкопольный автобус такой у нас интересный я кстати так до конца и не понял пригородный ли это автобус или ребят не пригородный в принципе можете написать но про него информацию я не искал но находимся мы с вами снова в польше снова на карте счет сын и поедем по 58 маршруту красного таком вот автобусе снаружи мы его кинем ничего не не открывается как я сказал то длина данного автобуса 14 метров 950 ну можно округлить до 15 грубо говоря сказать что это 15 метровый такой здоровый автобус у которого кстати смотрите заднее колесо у нас поворачивается дороги у нас узенькие поэтому ну будут нам сегодня данная ось поворотная помогать вот такой интересной раскрасочки тут по-моему две раскраски была какая-то зеленая ну скорее всего немецкая да и вот такая вот желтенькая такими рисунками так ну снаружи опять же мы рассмотрели погнали наверное в салон погнали в салончик в общем вот вроде бы это пригородная модификация как мне известно мест для сидения здесь 70 вот получается очень много поручней но я думаю стоять тут не особо удобности более этот автобус для пригорода предназначен так кнопка для связи с водителем она работает можно слышать так здесь у нас двери там у нас идет в принципе такой интересный салон но что тут можно еще про него рассказать я думаю вы его сами видите информационное табло у нас тоже присутствует вот свет свет слоне тоже работает люки что-то не открываются ну я не знаю что они у нас не открываются но они у нас в общем говоря да не открываются надо увы но не нас не открываются ладно невозможно кнопки нужно как-то открыть у нас все по технологическому да по-модному так двери можем открыть ну зайдем туда трешки позже и вот самый последний ряд у нас три таких вот или даже четыре сиденья вот это все сиденья понравилось жалко тут камера не прописана интересно тут сидеть и на такое одно отдать отделено морской от всех ну и собственно говоря всего вот весь салон на самом же рассмотрели наверное теперь погнали сюда на место водителя так ну водителя тут руль здесь ребята давайте вот так ключом тут как-то и не умею управлять масса вас включена автобус давайте заведем и он уже заведенный что я не пойму нифига ну-ка давайте мы сейчас с вами попробуем странно ну ключик у нас как видите не мирова и с помощью подключика но я как понял все таки логично что можно завести этот автобус вот у нас включилась масса вот завелся стрелка стахометра поднялась у нас здесь так он бесшумно гудит две тела сюда оставили линейки mercedes-benz ом 447 и 457 hl а мощностью от 220 до 290 лошадиных сил тут кнопочки ребят по ним все простенько это открытие закрытие дверей почему-то средний дверь не хочет открываться но я думаю будущего на нас будет открываться брат тут все ничуть не хотят открываться так это мы можем наклонить автобус правильно да вот у нас правую сторону получается клинится хлинится так ну тут главное чтобы он обратно встал до много кнопок на самом деле не все понятно прям до конца поэтому но есть то что есть имеем то что имеем возможно что-то у не включится сегодня поэтому никакой инструкция по автобусу не нашел ну ты не пойму поднимается он или нет видите вот уже накладся уже не пойму что уже у нас тут происходит чё-то наклад сала чё не знаю так ну по остальным кнопочкам это свет над нами до от пассажирами в общем грубо говоря над нами свет некоторые кнопки тут просто не работают здесь свет автобус ну в автобусе да ничего не понятно а вот подсветка приборов тоже присутствует потому что мы это можем видеть и вот снаружи у нас по светооптике тоже все ребят работает и тоже все функционирует классно классно так ну я не знаю все наверное давайте мы этот автобус как-то подровняем что ли все больше лезть не хочу тут дофига всего у нас контур тормозной системы давление этого тахометр так там тоже все работает форточка у нас открывается сегодня щетца нас встречает таким теплым маленьким майским дождиком хотя наверное теплым скорее всего холодным потому что в польше больше всего лишь всем градусов так но что-то надумал о кажись мы выровняли тебя ты не упадешь или что с тобой нет но смотрите вот так вот смотреть и кто знает конечно снова начал падать что с воздухом там наделали вот ты и садись на эти импортные автобусы понимаю на пазик сесть да там все будет понятно так двери можем открыть 3 двери к с клавиатуры не работает поэтому будем открыть ее с приборной панели все ладно давайте либо скорее всего сейчас буду ставить маршрут и будем мы с вами поэтому маршруту отправляться но выставлен маршрут номер 58 до ой ё-моё гугла вам и сами едем полчаса где-то нет маршрут у нас на 30 минут я думаю справимся это значит таки быстренько почему-то не высвечивается маршрут высвечивается только номер маршрута остальное не высвечивается скорее всего нужно в компьютере у нас который находится там на приборной панели устанавливать маршрут именно в этом компьютере там карточку ставить и выбирать но я ребят не хочу этим заниматься потому что это долго муторно ну и сложно да и не умеете заниматься пофиг главное что есть номер маршрута остальное как-то можно пережить все погнали я не знаю тут у нас остановочка давайте сейчас наверно подравняемся ну да по-моему наш номер маршрута имеется давайте назад сейчас встанем так стоять дал стоять о какой машина там ладно я польский водитель конечно ну вспомните как и на солярис ехал на солярисе я старался более-менее так или иначе аккуратненько ехать но получалось так как получалось время я предлагаю мотнуть вам стоять сейчас 1105 1 2 господи не столь 5 в 1 столь тему нас отправление сейчас здесь 49 давайте до 11 0 5 ма мотнем если людей не по не будет у нас ну-ка так все 1105 отлично папа а народа нет смотрите пасеков нет почему то что ж такое скорее всего нужно ехать а ну вон по стрелочкам ну погнали не знакомости стрелки приведут так смотрим 58 вы и 58 а вот стох и ноут это наш мы короче будем по желтой стрелки ехать потому что их туда хрена так сюда надо ух подождите это трамвай я вас понял так там у нас от стойничек судя по всему а смотрите тут пассажиров нет болит на мы хоть правильно приехали торс и нас цель сингска какая-то не знаю что это но это что-то так мы почему-то я ничего не вижу никого нет давайте наверно отправимся я надеюсь пассажиры дальше будут у нас но почему-то на первой основке у нас никого нет были на самом деле это очень серьезно почему-то никого тут нема смотрите там никого на платформах нет блин чтобы наша вот это вот длинная колбаса сегодня хотя бы пять человек перевезла то вообще не выгодно будет ладно погнали время тоже нет на всем следующая остановочка у нас пока высветится я не буду убирать красную строку потому что да ничего не высветилось а вот высветилось 1908 ну пока указатель никаких не вижу мы едем куда едем честно говоря не знаю куда приедем чего там будет у нас такого интересного видимо что-то то будет вы обязательно передавайте лайк за проезд и оформляйте проездной подписывайтесь на канал вам не сложно но мне конечно же будет приятненько так 58 налево на желтый надувайте но автобус динамично мне нравится у остановочка а круто пассажиры к нам идут это потрясающе значит все таки не прям пустыми мы сегодня поедем а дальше посмотрим ну что ж добро пожаловать заходите в наш потрясающий бус сегодняшний не знаю на каких не катался до ездить ли они вообще где-то в снг хотя бы потому что в европе конечно таких много там нидерландах я смотрел эти автобусы распространены в германии и где-то еще по моему где-то и не знаю может больше на ну больше навряд ли такие будут бегать а мы сегодня с помощью автобусного симулятора можем создать так вот поездочку немножко проседает как вы видите ппс потому что дождик все цен карта такая нормально большая довольно таки ну и оптимизация вам силы и прекрасно знаете но разгоняется но очень быстро очень бодрый эти 200 лошадей здесь реально чувствуется поэтому классно классно мне кажется преодолеем и сегодня наш маршрут достаточно таки быстро может даже меньше чем полчаса но учила то что с вами минут десять проболтали я рассматривал автобус вместе с вами причем я обычно вам рассказываю про автобусы да и показывать я и рассказывал и показывал сказать перед видео вы только скачал да у нас аддон автобусов пак заходят после какие-то вы сегодня не разговорчил и читал и не разговариваете со мной поговорили пару словечек добренькие бы сказали а вы не хотите не хотите как хотите ну стартует очень резко и так еще подергивается я думаю пассажирам там стал не не очень когда у нас такие вот дергания происходит так ой куда жду приспитесь можно с любой полосы направо уехать а нам не прямо а нам направо я уже заранее подумал куда нам нужно хотя хотел сказать совершенно другое заворачиваем все равно немножко бордюры цепляем нужно чувствовать габариты там не беда я не чувствую габариты их нужно чувствовать особенно таком длинном автобусе ну польша короткие дорожки ну что вы что вы еще не скажете так почему-то нас не открываются вообще-то двери пойму чё так жалуются пассажиры что им холодно ну ладно сейчас печку включим подождите да конечно доедем потом я вам печку включу погнал 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 такой маленький дождик не ураган я сильно дождик не стал ставить потому что ну реально фпс очень жестко проседал когда там сильно дождь такой не комфортно 58 на направо прямо по желтой сегодня видим не по красной я не знаю туда хрена маршрутов полчаса я вообще ходил по другому маршруту под поехать по семьсот двадцать седьмому вроде так называется почему-то нема такого маршрута когда маршрут выставляю но опять же возможно проблема только в этом автобусе нужно спонять через компьютер ладно выбрал уже этот маршрут просто там маршрут не особо большой и как раз чтобы оценить этот автобус и прокатиться там на полчасика самое то этот маршрут но он тоже не особо большой но там сколько 28 30 минут в пути мы с вами тут мы наверно рассмотрим больше этот автобус так два пассажира к нам хотят выйти на следующей остановке но и почему мне двери не открываются не пойму в чем проблема ну давайте с клавишей не понял что это за хрень дать из клавиши двери закрывается начать дверьми у нас такое непонятно ладно но только с клавитру только одна работает ладно да так а печка я не знаю где тут печка у нас включается тут вообще есть это печка не ну должна быть какие-то отопители это не она это скорее всего досмотрите нарисовано давайте этому выкрутим немного вот это чтобы но я так понял дуло но то не будем трогать не знаю 17 градусов мы посмотрим если дальше температура будет прибавляться значит будет тепленько а то у нас поляки мерзнут в автобусе это дело такое мы погнали лапки такие интересные найти польские дороги не только в россии не побитые среди в польше тоже есть такие вот ямы и разбитые побитые дороги тихонько вроде знаете как то если сильно газуешь прям сильно газует а если не сильно газовать он прям тормозит то есть тут где-то вот это вот нужно середину искать где он будет плавно аккуратненько ехать одновременно и одновременно не будет тормозить резко потому что ты прям сейчас газов что на разгоняется до сумасшедшей скорости а в таких вот кривых поворотах это плохо ребят это очень неплохо мне плюс еще можешь проехать остановочку у нас остановки каждые блин минуту две три наху это присутствует поэтому проехать их не очень-то и хочется не знаю что с дверью почему мне не открываются две последние двери с клавиатурой и нажимаем только одна открывается какая-то проблема странно ребят странно не значит это проблема посмотрим как дальше пойдет солярисе у меня солярисе мы только последняя дверь открывалась кнопочки но при этом первая и средняя она работала на ульбина 15 прошлом видео мы катались кто не смотрел по аннотации обязательно оцените там тоже была польская карта щетцин сейчас менять это на польскую карту потянуло дано такие вот европейские автобусы какие-то а то все на наших на наших догадаемся давайте немножко за рубеж кунемся и посмотрим на жизнь на другой стороны вот сейчас открылась дверь пока я тут глаголил вам до нашел на кнопочку средний дверь у меня открылась потрясающе а чужина на остановке мне открываться туда не хочет ну видимо чуть можете она класса что-то не знаю потому что маршрут у нас до сих пор не высветился на это из ноутбука скорее всего ноутбук они за компьютера который нужно выставлять вручную этот маршрута да думаю все у нас высветится погнали так но а вот наша сночка как она называется у нас камин по русски я польский вообще не знаю поэтому название не читаю так ориентируюсь по буквам на остановках не открываются вот пожалуйста я давлю на кнопку ребят нифига не происходит нифига не происходит что это такое вот теперь открылась переднюю закрыл теперь открылась задняя не хочет открываться давайте выпустим пассажиров а то не там бедные стучат стучат мы хотим выйти на дверь у нас закрыта и закрыта не ну это какая-то фигня почему сказать вообще не ну ладно если бы у нас а по дядя чё ты встал а чё ну нихрена не едет не понял ну-ка дверь так она закрыта у нас давайте откроем закроем типа перезагрузим и и чё это такое я не понял смотрите газует но не едет ну drive у нас он чё нас наручную коробку перешел да нет вроде и передняя дверь закрыта все нормально ну-ка нейтралка ну-ка и давайте на drive а погнал я не понял какая-то у нас фигня начинает происходить то двери не открываются теперь автобус не едет мы чего сломали так ну кажись мы сломали его вам больше 20 не едет смотрите у нее разгоняется буквально минуту назад как у него динамика была и что с ним стало и не понял что это такое и все 25 километров это все наши на сегодня да ахренеть чё это такое драйв ну-ка сильнее погнали вообще не едет ничего дядя мы сейчас ломали автобус сломали сетру наши но он вообще не едет нифига глядите ну и что и что это такое ладно давайте до остановки доедем и не знаем что нажал куда а куда я нажал я штука двери вас дверь в основном тыкал на эти три кнопки красные вообще не могу понять что это ребята за фигня как это называется так вперед 58 прямо чтобы не запутаться постоянно стараюсь смотреть на эти маршрут показатели так тут нас односторонняя дорожка вообще на нейтралки встал меня уже начинает раздражать этот автобус сколько проблем учитывая что что я вначале пытался нет как-то нормально маршрут поставить который не поставился так давайте мы наверное с клавиатуры откроем войс клавиатуры с приборки вот так все три открыла открылась потрясающе продолжение кому выйти не нужно кто так просился прям слезно покинуть наш автобус ну и не надо до свидания без вас справимся так ну ка погнали все пипец он не едет он стоит просто он просто мать твою стоит и все и чё ручник и резко с ручника резко стартанул ну-ка сейчас горочка вроде погнал и что все равно не 20 максималок он больше не едет чего с ним происходит вообще не пойму что за хрень это за хрень не наряда смотрите он не едет просто скорость падает потихоньку до 25 не я конечно думал тяжело будет ехать в плане того что он длинный да по таким вот улицам как габариты не чувствую я на нем но в плане того что мы его сломаем он перестанет газовать и перестанет ехать но и это я вообще не ожидал можно сгорка какая-то он что-то горит желтая она а то сигнал о том что кто-то хочет выйти то ничего страшного в этом нет просто сигнал блин ну вообще нуж странная тема 21 и плюс еще в горку там еще сообщу встанем ребята сейчас никуда сами не доедем драйв наш медведь да нет у меня двери все закрыты ничего не светится ну и плюс я проверял но все равно ни хрена не едет что это такое макаре сами реально сломали автобус нам нужно возвращаться автопарк скорее всего не ну это жестко так 58 прямо блин на зачем я перестроился нас остановка давайте посмотрим я не знаю может я нажал куда-то да я вроде никуда не нажимал только на дворнике нажимаю до почистить на нейтралку он вообще останавливается он даже не газует он перестанет называть и все так двери которые не работают понятно так ладно что тут тут уже ничего не горит может показать нужно может него воздух накачать давайте погазуем чтобы быстрее может что-то у нас воздух пропал куда-то я вначале не качал да хотя начали мы нормально так завелись пока я вам про него рассказал ну ладно пускай немного позует тогда мы сами же на три минуты правда опаздываем даст такой скоростью ничего ничего с с этим не поделаешь маленькие неполадки у нас на маршруте произошли с этой все три вот 110 найти импортные автобусы ничего не понятно еще и ломается сразу базе хоть полевых условиях можно починить а здесь вызывает только кого-то еще такой длинный прямо на пешеходке встал вообще молодец меня нас из страны сейчас депортирует за такое вождение да за нарушение правил еще про списание вовремя не прихожу так азу и сейчас нужно сразу папа давай 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 есть тронулись ну что так тридцатка слава богу ребята видимо воздух надо было немножко подкачать или я не знаю чего нас там вроде одуплился вроде одуплился все нормально мы едем мы едем класс это мне нравится то что мы наконец-то все-таки едем остановка какая-то внимание кого я проеду никто не выходит никто не заходит смог но реально путем листей осмотрелся тебе нужно посмотреть сколько нам там еще катиться я посмотрел там установка реально так достаточно достаточно темного вновь у нас остановочка тут уже к нам зайти хотя так сейчас я опять буду судя по всему возиться с дверями ну-ка вот классно теперь еще из приборки не открываются одна дверь только открывается но так как мне остальных тогда выпустить с приборки только одна открывается алё может там двери как-то заблокированы или в чем там вообще проблема народ то катался этом автобусе как на нем правильно ездить не пойму надо было солярис братьев как наши коллеги мотаются просто все и погнал так мы опаздываем уже насколько на три минуты поэтому давайте притопим все-таки динамику у него есть когда он исправный он топит и топит он очень хорошо правда остановочка тихо тихо бы яска работает так отлично с клавиатурой одна открылась все эти хоть зажимая хоть не зажимая но нифига ребят не работает и оклацию только это все до одного места что класса средний открылась задние открылась есть я открыл закрыл переднюю короче и две последних открылась ура классно классно я думал они вообще сегодня не откроются по обзорности я вам не рассказал что по обзорности по обзорности классно видно левое зеркало заднего вида которая у нас вверху да и сама по себе камера так удобно расположена и немножко даже зацепляет зеркало в салон то есть заднего вида в салон тоже особо подниматься надо ну основном видно тот тех кто с нами тасуется рядом все так что это какое было одно не бросить внимание так 58 прямо хорошо может и там есть где-то и поворачивают но опять же как я сказал мы ориентируемся с вами по желтой стрелочке и катимся мы с вами по желтой нет ралочка вроде бы останавливается покой или помой какие-то я не знаю что тут написано это написано так открываем 30 сколько 30 а 22 25 на 37 минут по сами опаздываем капец какой-то едем с вами наверно же видео больше полчаса идет пока мы мучились с этим автобусом долбаным не ну что водитель такой внешне ваш я так вожу может из вас ни у кого проблем не возникало с этим автобусом когда вы ездили но лично у меня конечно возникает нарушаем все правила я сказал меня скорость больше депортирует за такую езду но мы опаздываем и нужно лететь блин остановки так часто никого нет в основном хотят только все выйти никто даже не заходит это за то что дождик такой маленький на все дома решили остаться никуда тем самым не есть так давайте заднюю толку заднюю сказал ну почему ты не открываешься ну ёкарный бабай что с тобой такое давайте закроем переднюю вообще теперь очень открывает слушайте может это вот можно запер ой смотрите это видимо бак какой-то смотрите она куда куда нашел вылезла у нас и чё и все блин прикольно что ты делаешь не новом си не перестает удивлять конечно смотрите так и должно но быть теперь его никак каким бы я боком не постарался все равно но нифига у нас ладно нам будем может нажать а я нажал какую-то фигню у нас открылась задняя дверь она средне теперь все она на сообщение открывается видео мы заблокировали ладно выключаем эту фигню я вообще не знаю что это какая-то может блокировка какая-то я не знаю блокировка чего правда тем расписанию в 1138 у нас прибытия сейчас 1127 о минут десять на мужчины на ковылять по расписанию но и сколько она реальности окажется я не знаю потому что мы сейчас сами ездим да вообще беда о кажись он опять у нас не едет нервная с психану наверное выкину отломся ну что с тобой не так ну куда я опять на вот эту штуку что ли давайте на так нажмем что это за блокировка вообще ну так вот кажись набирать начала сетра давай давай да смотрите я нажал на эту фигню и начала работать я сказал видимо мы сами что-то по наклацаем такое беговая что будем как-то страдать видимо так у нас это произошло так тут у нас какое-то большое разветвление куда нам ехать внимательно смотрим чтобы не заблудиться понять а то хватит нам если нам еще сегодня только заблудиться не хватает спасибо мне уже хватило сегодняшнего автобуса капец я хотел вам что-то против автобусы рассказать но уже не расскажу прям подробно принципе я не сильно про них и нашел он только что технические характеристики ну и все нами наверно так 90 мы сами же едем практически соточка но приторвать тормозим потому что установка и как обычно никого на ней нет основном все хотят просто выйти покинуть наш автобус колонистов какой-то чем опять зверю мучаемся на а я средний наверно теперь навряд ли нас откроется смотрите потому что у нас отлетела эта штука блокировка наверно я клацаю толку это не знаю не работает переднюю давайте заднюю точнее переднюю не нужно это не работает все пассажиры кто хотят хочет выходить через переднюю выходите пожалуйста через заднюю потому что средний у нас не работает все все вышли вроде бы все закрываем вот эту ощущение выключаем я не знаю что если она включена автобус у нас не едет так ладно хорошо так все я все закрыл вроде чине все о мы снова не едем так я живу вот эту фигню выключил или чего они переднюю дверь подождите так она меня открыто и она закрыта а вот сейчас открыто ну вот теперь закрыто все все чётенько теперь поедешь до какого ты не едешь я не пойму что с тобой не так сломанный автобус какой-то давайте петель нажимаем или что в и по му на низ наверх что куда оно должно быть направлено чтобы она у нас ехала это трогается ну давай 200 лошади тоже прям пер очень хорошо очень знатно в начале так как все погнал отлично такая фигня ребята вы бы знали просто жесть out какой-то out надо было реально на этих урбина 10 погонять или рубина 12 12 по моему на столяре 7 все топим короче муж опаздывал сами на пять минут ужасно ауту вот тут смотрите тут уже желающих войти побольше интересно все к нам скорее всего не все может и все зайдете вы точно не факт что вы выйдете из автобуса потому что передняя дверь откроется и вы зайдете но обратно вы уже не выйдете а у меня открыто тут видимо самого начала не закрыл так значит средний не работает открываем снова последнюю с ней средняя все тюкнулась на средняя дверь нужно ехать в автопарк к чинят нам эту дверь среднюю мы пока двумя пользуемся так сюда и обязательно вот эту штуку мы же нажимаем чтоб мы смогли сейчас с вами тронуться и спокойно поехать я говорю спокойно и нормально давай 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 трогайся ну что-то нормально вроде вроде бы мы поехали до хух ладно это еще не конец нам немного еще осталось еще совершенно немножко не так думаю по расписанию смотреть так все до сми направо берем больше встречу вылезем так вот ничего не зацепили мы сами по габаритам в принципе если остановок не так много было бы я бы притопил очень жестко потому что он позволяет это сделать и мы бы сами уже долетели до конца ну вот же они остановки видите не так называемая основа даже не подписанная стол бы не увидел и так бы по правильному мы не остановился и пролетел каждый раз теперь приходится руль убирать включать этот тут я не знаю что это пожалуйста пожалуйста кто там хочет выходить зеркало смотрим вроде одна женщина вышла все все так много просилась выйти хорошо тогда закрываем это мы с вами включаем поворотничек ну и погнали ничего мы не едем а нейтралки я надо на драйв ты уже испугался что такое чем они едем ох ох тих тих задергала малыша тебе уже трогаться сложно или что тоже я не знаю какой-то пригород мы въехали с вами не знаю это поселок какой-то хрена узнает куда мы с вами въехали остановка я пролетаю потому что там никто не заходит извините извините но я опаздываю 98 летим но это это сильно так что будет мне место не будет потому что у нас какой-то поворот но на пригороду куда-то взять очень круто будет чтобы не по город по городку как-то этому разъезжать она какой-то такой пригород вполне нормально ты пойдешь почему нет так налево давайте берем запа ну тут нормально тут рожечки более-менее такие широкие не узкие тут мы войдем с вами очень хорошо так останавливаемся не понял а я переднюю открыл с клавиатуры думаю что нам не открыто клавиатура у меня все там нормально все открыто выходите все через заднюю кто не может через среднего можно только через заднюю да какой-то реально неисправный автобус у нас я уже устал на нем ехать честно говоря я устал когда у нас уже рейс подойдет к концу я уже не ожидал такого такой поездки но сильно на меня вымотала подъемы рельефы такие присутствуют там у нас был знак конец обгона запрещено интересно как тут можно обгонять вообще не носил это трактор разве но это страшно по такой-то дороге его обогнать прямо прямо мы следуем с вами прямо так никого нет 5 проезжаем тут мы тоже спокойно с вами проезжаем узковато узковато здесь уже как раз конкретно узковато по дороге тут уже узенько пошло так так стоп но я смотрю тут вообще трафика нема да никого нема так что можно спокойно выезжать здесь уже за к нам идут по-моему там был павильон остановки не чё здесь знак поставили к нему люди сходятся чего так сделали непонятно среднюю а значит заднюю не ну скорее всего мы заблокировали эту среднюю дверь теперь мы больше не откроем перезайдем так уже жалуется что жарко жарко да хорошо давайте это все выключим но 30 градусов натопили я совсем забыл даже смотреть на температуру 30 градусов это хорошо это очень даже круто значит топится этот автобусе таки печка хоть печка работ работе ребят как хорошо в этом автобусе хоть есть рабочая печка классно хоть что-то в нем должно быть рабочие она и так едем сколько нам еще ехать ну если в принципе по моему это предпоследняя остановка у нас по расписанию что-то видел по моему предпоследнее конечное будет но сейчас мы это узнаем тут у нас по моему железная я до железная дорога пошла так от на додра какая-то какая-то на додра открываем интересно тут нема остановки курва тогда я сразу понял что польское название так над написано и значок все на я надеюсь и ну просто можно наконец-то погнали пока вы идут пока были там свои ноги туда-сюда слева вправо руки расправит пошевелитесь народ будьте пожалуйста веселее и в темпе ну конечно следующее у нас все отлично ребят трудя пах я конечно но мы проехали этот маршрут на этом поломанном автобусе конечно конечно не 20 минут до двери не 30 минут только планировалось еще и опаздываем мы на кстати на две минутки да а так мы нагнали еще расписание с вами ну немножко на две минутки мы опаздываем на 6 минут сами опаздывали вот сейчас на две минуты нормально то есть нагнали нагнали что-то такое хорошее тут присутствует все таки но скорость у него очень хорошая я уверен что на этом автобусе мы это расписание будем опережать то есть не нагонять а опережать просто из-за того что мы там полгода стояли разбирались чего не едет или что дверь не открывается из-за этого мы конечно потратили большое количество времени в нашем расписании тут даже есть такой специальный кармашек чтобы зарулить так давайте за этим солярисом встанем пофиг что это 865 пофиг мы станем все равно сюда какая разница все уважаемые пассажиры выходите я вам все двери открою давайте мы наверно с вами заглушимся ну через задние выходите все не получится потому что средняя у нас забаговалась ну что ж ребят будем этом заканчивать большое спасибо кто досмел до конца ставьте обязательно лайки подписывайтесь на канал вам не трудно но мне будет очень и очень приятно так что мы все да вроде бы все такой у нас рейс получился конечно сканер сетра немножко скани хотел назвать сетра немножко взбесила ну была она сегодня поломанная бывает до новых встреч до новых видео всем пока 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 пока